вот значит я постигаю трудности воспитательного дела так как я педагог мне вообще-то казалось что мне все понятно особенность воспитания в собаке столько книг перечитать столько переучиться на эту тему я думаю что мне там эту собаку воспитать но оказалось не так просто самое неприятное то что пришлось там применять какое-то минимальное насилие даже бить пакетом по морде за то что он кусается он только так понял я ему как не объяснял он очень не понимал ни интонации ничем не прекращение мудры вот ну ладно это вот однажды гуляю я с ним и встречаю женщину а у нее такая милая собачка чихуахуа я хотела однажды эту чихуахуа просто знаешь так под мышку и с собой внести так она мне нравилась вот и она говорит ну я и рассказываю про трудности своего этого воспитательного процесса собакой она говорит вот представьте я вам на русском а вы мне на арабском никто никого не поймёт я грубим и крис туда также с собаками с ними другое то немножко подход вот эти все темы что гуманизм наказывать нельзя можно наказывать только там интонации невниманием да вот ну чтобы гуманизм да это человечность когда мы не проявляем никакой жестокости а даже ударить пакетом по он где-то уже считается по жестокость вот или например мне еще что удивилась для того чтобы приучить ходить рядом нужен такой в общем строгий ошейник типа удавка ну чтобы ему короче больно становилось вот на это сделать нужно приучить его к ошейнику к этому потому что если его не приучу вот допустим он убежит и потом не подойдет ко мне потому что они будут знать что 1 подойти ко мне вот ну как бы этой команды строгой вот и мне приходили купить обычную бельевую веревку завязать его на шею и так с ним гулять ну со шлейкой с этим и когда он типа не слушает тормозить его я пока еще веревку не купила но буду уже заниматься этим вопросом потому что если сейчас его не воспитаю потом пожалею говорят же про детей тоже что надо лежать воспитывать пока он поперек кровати лежит маленький совсем а когда вдоль то уже бесполезно